Всем отличного настроения! Сегодня я предлагаю вам прокатиться по Абрикосовой, свернуть на Маяковского и прямиком на улицу Некрасова. Улица Некрасова и памятник поэту Некрасову сегодня объекты нашего внимания. Улица Некрасова раньше носила имя Унтербергера, исследователя Дальнего Востока, военного губернатора Приморской области. Под его началом была построена железная дорога, порт и доки, открыты запасы угля в Сучане, ныне Партизанск. В 1919-м улица стала называться Украинской, а в 1921-м снова сменила название. В честь столетия Некрасова ей присудили имя поэта. На пересечении с улицы Чечерина в небольшом сквере стоит скульптура Николаю Некрасову. Многие ошибочно полагают, что она была установлена в 1921 году. Однако события, происходившие в России в то время, не совсем были благоприятны для благоустройства внешнего вида города. 1921 год. Советская Россия голодает. Год был неурожайным. Засуха, разруха после Гражданской войны и перегибы советского правительства в методах добывания хлеба с помощью реквизиции. Больше всего от голода страдают Урал и Поволжье. В это же самое время в Уссурийске в последний раз была зарегистрирована чума. Инфекция пришла из Китая, в поселок Пограничный, а потом по железной дороге в Уссурийск. Эпидемия чумы унесла жизни более 500 человек, в том числе и медицинских работников. Установлен памятник поэту был в 60-х годах. Уверен, краевед Николай Паничкин. Скульптура Некрасова, скорее всего, была установлена где-то в 60-е годы. Почему? Потому что существует фотография этого места 1957 года, и на ней вот здесь посередине стоит вазон с цветами. Никакого Некрасова здесь нет. Такие парковые скульптуры, они по разнарядке поступали в города, а значит их было достаточно много. Вдоль улицы Чичерина стояло несколько скульптур, возле гостиницы Уссури стояли две скульптуры. Постепенно разрушались, парковые скульптуры обычно не реставрировали и не ремонтировали, потому что было дешевле заказать новые. Но наступил такой период, 80-е годы, когда их вообще перестали производить. К 2009 году внешний вид скульптуры пришел в упадок. Мимо такого неуважительного отношения к классику не смог пройти пенсионер Виталий Грубинок. На свои деньги он купил материалы и отреставрировал памятник. После ремонта писатель засиял, засверкал и привлек взгляды злоумышленников. Некрасов, написавший знаменитое «Кому на Руси жить хорошо?», в мае 2009, наверное, задался другим вопросом «Кому я жить мешаю?». В одну из ночей неизвестные вандалы разделили скульптуру пополам. Не в домек было горе грабителям, что под слоем золотой краски скрывается обычный железобетон. Имя скульптура неизвестно. Почему? Потому что, еще раз говорю, это тиражирование было. Вполне вероятно, что и не очень хороший скульптор. Но суть не в этом. Суть в том, что сейчас эта скульптура настолько уже как бы свыклась в сознании жителей города с нашей улицы Некрасовской, что, ну, и плюс тому, что их уже почти не осталось, таких скульптур, может быть, есть смысл ее перевести в разряд памятника. Узнавайте сами, узнавайте с нами интересные истории жизни нашего города. Увидимся через неделю. Пока! Субтитры делал DimaTorzok